Шестилетняя Мирослава, выходя на улицу, всегда внимательно смотрит по сторонам. Несмотря на юный возраст, она уже знает, как опасно бывает переходить дорогу даже во дворе. Мама объяснила, как вести себя во дворе и пропускать машину. Летом опасности, подстерегающие детей во дворах, многократно возрастают. Практически каждый год в разных уголках России происходит резонансное ДТП с участием несовершеннолетних. Дети попадают под колеса автомобиля, выбегая из-за припаркованного транспорта, пытаясь догнать мяч или гоняя на самокатах. Подобные аварии случаются и в нашем городе. Проблема дворовых территорий у нас в городе существует давно. Вы помните, когда была перекрыта улица Семашка, вот только за одно лето на улице Московской и на улице Некрасова, на улице Семашка, во дворовых территориях было зарегистрировано 5 ДТП с участием детей во дворовых территориях и жилых зонах. К счастью, обошлось без жертв. Дети отделались ушибами и небольшими телесными повреждениями. Чтобы предупредить подобные случаи, Александр Косенков просил родителей еще раз рассказать детям основные правила безопасных игр на улице. Призвал он к осторожности водителей. Необходимо водителям трижды бдительнее во дворовых территориях, потому что дворы наши забиты припаркованным автотранспортом. Из-за любой машины может выскочить как пешеход, так и велосипедист, так и лицо, управляющее самокатом. Водителю следует помнить о том, что в случае наезда на пешехода, даже если пострадавший ушел, сказав, что все хорошо, о случившемся необходимо сообщить дежурную часть ГИБДД. Жертву ДТП может обратиться в медицинское учреждение через несколько дней. Тогда водителю, уехавшему с места происшествия, грозит лишение прав или арест. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok